Ари Гришна, дорогие преданные, слава Шиле Прабхупаде! Начнем лекцию, и, как я сказала, это будет не очень длинная лекция, к сожалению. И в конце мы будем повторять вместе Джапу и посмотрим, может быть, если Примаратна сможет переводить всю лекцию, то тогда не обязательно, что будет короткая лекция. Ом-наму-бхагавате-васу-дива-и-я 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 Это... Reading from Brihad-Bhagavatamrita Читаем Brihad-Bhagavatamrita Chapter 5 Text 92 Стих 92. Слышно хорошо? Обычно здесь плохо слышно, но это новый пакет мобильного интернета, который я купил как раз для таких случаев. Похоже, что он хорошо работает. Стих 2 паракала сей сей, голокнато бхагаванса кришна, критснам сапорно ватаратья мусма амусмин. Перевод. И желая насладиться своими разнообразными играми, исполненными самой чистой любви, Кришна, Личность Бога и Господь Галоки, в конце определенной едва параюги, нисходит в материальный мир, в этом особом месте. Он является во всей полноте, в сопровождении всех своих частичных экспансий. Комментарий. Начиная с этого текста и по тексту 172, Нарада описывает самую сокровенную славу Баума Вриндавана, Галоки, воплотившись на земле. Чтобы подготовить почву для этого прославления, в текстах с 92 по 101, он вначале провозглашает высшее превосходство Господа этой обители. В данном стихе объясняется, когда и почему Господь Галока-Надха нисходит на землю в Гакуле, украга Матхура. Причина Его явления в том, что Он хочет осуществить Свои желания. Ибо жаждет вкусить сладость наивысшей премы. Время, когда Он приходит, это последние земные годы Два Пара-юги, века, который длится 2400 лет по исчислению полубогов. Однако, как известно из Писаний, Кришна приходит на землю не каждую Два Пара-югу, а только в конце 28-й Два Пара-юги, 7-й Манвантары и Дня Брахмы. Прочту следующие два стиха также. Наратвам Аптар-и-ваварта-манай Саравай-surупай-самам адваясан Ваикунта-лока-дикама-су-хитва Нитяң са-чатрапья-парича-дадин Сва-парамай-свариам апипра-сактам Дурдаду-пекса-сиам апья-наньян Хотя непосредственные воплощения Господа бывают очень разными, Господь един со всеми ними, и этот Господь внезапно оставляет Ваикунту и все остальные свои обители. Он бросает все свои вещи и жители этих обителей, а также свое высшее могущество. Он покидает свою супругу и слуг вроде нас, которые преданы Ему одному и не имеют иного прибежища. Пренебрегая всеми нами, Он отправляется в материальный мир. Комментарий Господь Кришна, изначальная личность Бога, содержит в Себе все воплощения Вишну. Поэтому, нисходя в Гакулу, в округе Мадхура, который находится в материальном мире, Он приводит с Собой все свои воплощения. Они не отличны от Него, однако каждому из них присущи свои собственные особенные качества. Слово «Азикам» и прочее в выражении «Вайкунтха локадикам» указывает на то, что, приходя на землю, Кришна покидает все остальные свои обития, от рая Господа Индры до Вайкунтхи. Он отказывается от атрибутов, которые положены ему в тех обителях, от украшений, дворцов, оружий, тронов. Во второй раз слова «И прочее» встречается в выражении «Татратья паричхададин» и здесь оно означает, что Господь также покидает Своих спутников и слуг. Он теряет интерес к Своим великим достояниям, таким как самоудовлетворенность и отречение, и отказывается от них тоже. Он пренебрегает даже богине Махалакшми и Своими вечными спутниками, хоть они и преданы лишь Ему одному, Он все равно не берет их с собой в материальный мир. Ом Ажнана Тимбирандасья Гананжана Садакая Чакша Унминитам Денатасмай Шри Гурвей Намах Мукам Кароти Вачалам Пангум Лангайате Гарим Каткипатамахам Банди Шри Гурам Диматаранам Нама Ом Вишну Падая Кришна Пристая Бутале Шри Матте Хакти Веданта Сварман Ити Намане Намасте Сарасвате Деве Горавани Причаране Нирвасеша Саньявари Пастьячате Сатаране Жай Си Кришна Четанья Права Ниттянанда Ши Адвата Град Хар Си Ва Си Ти Горава Бакта Виндар Харе Кришна Харе Кришна 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 Харе 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 Рама Харе Рама 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 Харе Харе Нарадамуни В этих стихах говорит Нарадамуни Уже прошло две недели с тех пор, как у нас была субботняя лекция в последний раз Поэтому мне нужно немножко сориентироваться в контексте того, что мы с вами читали Нарадамуни в последнем стихе, который мы прочли, говорил Что он хочет рассказать Гопу Кумару Нечто, что он сравнивает с драгоценностью, которую он долго хранил Сокровищница своего сердца И именно на этой мысли, насколько помню, в последний раз мы остановились Он хотел раскрыть ему больше Рассказать больше Гопу Кумару Но время и место были неподходящими для того, чтобы он мог рассказать ему все, что ему хотелось рассказать ему Поэтому он говорит, что очень долго хранил это в сокровищнице своего сердца Мы знаем, что в будущем ему предоставится возможность раскрыть ему это И как говорится в конце комментариев к 91 стиху В последнем предложении говорится, что раньше он никому этого не рассказывал И это, конечно же, подтверждает, что это, несомненно, нечто очень сокровенное И много раз мы объясняли, почему в других местах Было невозможно говорить на эти темы Нарадамуни не мог говорить об этом Скопу Кумарам из-за предных, которые окружали их Они не смогли бы понять этого Примаратна, меня хорошо слышно в тебе? Можешь кивнуть головой? Спасибо Но сейчас, благодаря этим уникальным обстоятельствам Которые попали в Гопу Кумар и Нарадамуни по своей удаче Сейчас они находятся в доме Удховы И вокруг никого нет Как Санатана Госвами объяснял это И Гопу Кумар также в своем повествовании Тоже говорил это раньше Всегда вокруг кто-то был рядом И поэтому приходилось говорить тихо Но сейчас у них есть преимущество того, что они находятся дома Удховы Вот здесь есть два преимущества В этой ситуации Они дома у Удховы И второе преимущество состоит в том, что Гопу Кумар Какое слово здесь использовать? Есть определенное слово, которое я пытаюсь вспомнить Но оно не всплывает на меня в голове Созрел Вот это, наверное, самое лучшее слово, которое здесь подходит Он созрел В своем стремлении, в своей жажде и привязанности До той степени, когда Он готов Услышать все эти новые темы Об обители Кришны, о Его спутниках И о любви, которой они делятся друг с другом Но сначала он услышит о Баума Бриндаване И поэтому Саната Нагасвами объясняет В стихе В комментарии, вернее Что Нарада сейчас описывает самую сокровенную славу Бауму Бриндавана Что есть воплощение Галуки на земле О-о-о, you're in the wrong channel Не тот канал Это временно, да, было? Хорошо Воплощение Галуки на земле Чтобы подготовить почву для этого прославления Вначале он провозгласит Высшее превосходство Господа этой обители Мы уже много раз говорили В связи с Дваракой И также в связи с Галукой О том, что В этом мире И в своей Апракат-лиле Господь занимается одним и тем же И Апракат-лила в духовном мире Характерны тем, что Кришна совершает Все те же самые действия И они там же проявлены Как и в материальном мире Как и те, которые он проявляет в материальном мире Конечно же, за исключением Того, когда он убивает демонов И когда он рождается Как он это делает на земле Потому что... Потому что... Харе Гришна И как я объяснял И как я объяснял Мы уже говорили о том, как Игры Господа И в духовном мире И в материальном мире Практически одинаковы И одни и те же За исключением того, что в духовном мире Не существует демонов И также там не существует рождение Кришны Но в остальном Господь Приходит В этот мир Чтобы Исполнить Три вещи С тремя целями Как говорится в стихе Он хочет вкусить сладость Наивысшей премы Буквально заряженной Премы И как описывается В сегодняшнем стихе Когда он Исходит сюда Он приносит с собой Все свои различные экспансии Мы говорили уже об этом ранее Насколько я помню Когда Гопа Кумар Спрашивал О присутствии Господа на Вайкунхе Потому что Не мог найти его там И к тому времени То есть он заметил Что его там не было И к тому времени Когда он закончил Формулировать свой вопрос Господь уже вернулся Показалось Гопа со стороны Что это был очень короткий Промежуток времени Когда Господь отсутствовал Но на самом деле Только казалось Что это был короткий Период времени Из-за того Как действует Время в духовном мире Но Тем не менее Все различные экспансии Господа И его Из его различных обителей Входят в тело Кришны Когда он Нисходит в этот мир И он забирает Их с собой Нисходя в этот мир И в читании Черетамрите Объясняется Кавераджима Госвами Почему Господь Приносит с собой Все эти экспансии Я хотел прочитать Несколько из этих стихов Эти стихи Из Азилилы Читание Черетамрите Там объясняется Причина По которой Кришна Приносит с собой Все эти различные экспансии Дело в том Что он приходит Лично Лишь для того Чтобы Доставить удовольствие Своим преданным Истребить демонов Установить Принципы религии Первые две причины По которым Он приходит в этот мир Делают его экспансии А третья причина Принести удовольствие В преданных Исполняется Кришной Самим В его Трансцендентной Изначальной форме Насколько я помню Мы Уже обсуждали это И зачитывали комментарии Шилы Прупады Да, мы точно Об этом говорили Уже на одной из лекций Шилы Прупады Цитировал стих Из Малифт Царицы Кунти О том, что Игоры Кришны Сбивают с толку Ставят в тупик Их очень сложно понять И слово, которое Использовалось Ведамбаном И одна из причин По которой Их так сложно понять Состоит в том, что Кришна приходит Чтобы освободить Садху Но он говорит Кто Такие Садху Садху Это тот, кто Находится За пределами Влияния Гун материальной природы Он вышел Из-под Влияния Гун материальной природы Поэтому Они уже Освобождены И как же Может Кришна Приходить, чтобы Освободить их Если они уже Освобождены Так должна быть Значит Какая-то другая Причина По которой Кришна Приходит Что главная причина По которой Кришна Приходит Это Доставить удовольствие Своим преданным Истребить демонов И восстановить Принципы религии Можно сделать Могут Его Другие Экспансии Такого было Объяснение Шила Парупада Что Поскольку Саду Уже Освобождены Должна быть Еще какая-то Причина По которой Кришна Нисходит Сам Зачем Кришна Приходит Чтобы Освободить их Если они Уже свободны Значит Должна быть Какая-то Еще более Важная Причина По которой Он Нисходит Он Сказал Что Он Приходит Чтобы Доставить Ему Удовольствие Конкретно Он Использует Фразу Он Приходит Чтобы Удовольстворить Самые Глубинные И сокровенные Чаяния В их Сердцах В сердцах Его Преданных Поэтому Кришна Приносит Собой Все Свои Другие Экспансии Потому что Существуют Преданные В Мадхуре Существуют Преданные В Двараке У них Есть Определенные Отношения С Кришной И Эти Отношения Которые Объединяют С Кришной Довольно Сильно Отличаются От отношений Кришны С Его Преданными Во Врадже И в читании Чиритамрите Описывается Что Игры Кришны В Двараке Совершенны Прошу прощения В Мадхуре Они Совершенны Более Совершенны Они В Двараке И Наиболее Совершенны Они Во Вриндаване Это означает Что Когда Кришна Проявляет Свои игры Он Не проявляет Все свои Качества И все Свои Достояния Хотя Он Полный Тем не менее Он не проявляет Все В Двараке Он проявляет Немного Больше Но все равно Не все Но В Вриндаване Он проявляет Все Все Полноту Своих Качеств В наивысшей Степени Мы об этом Также Говорили Почему Он Так Поступает Чтобы Ответить Заимностью На настроение Любви Своих Предных Которые Находятся В тех Или иных Обителях Но Мы Также Говорили О том Что Кришна Даже Когда Он Находится У Двараке Качество Которое Он Проявляет Даже Двараке Это То Что Он Плачет В разлуке Со Своими Преданными Вавраджа Потому Что Они Значат Для Него Больше Всего Поэтому Одна Из тем Которая Будет Описываться И мы Прочтем Об этом Кришна Никогда Не покидает Вриндаван И Он Не Может Покинуть Вриндаван Хотя Он Не Сходит В этот Мир Причина По Которую Он Приносит Собой Все Эти Различные Экспансии Состоит В том Что Именно Через Них Через Эти Экспансии Он Удовлетворяет Своих Преданных В таких Обителях Как Дварак И Матхура Может Казаться Со Стороны Что Он Покидает Вриндаван Чтобы Отправиться В Эти И Также Это Подтверждается В игре Когда Акрура Увозил Кришну Из Вриндавана Когда Акрура Увозил Кришну Из Вриндавана Он Остановился На Границе Вриндавана И Отправился Чтобы Принять Омовение В Ямоне Кришна И Баларама Сидели На Колеснице И Пока Он Был В В В В В В В Ямуны Он Смотрел В Воду И Увидел Кришну И Балараму Рядом С Ним В Ямуне И Он Не Мог Понять Почему Они В Ямуне Он Только Что Уходил От Колесницы И Они Сидели В Колеснице И Он Вернулся Посмотрел Они Еще Сидят Там На Колеснице И Он Снова Посмотрел В В В Ямуны И Увидел Балараму Как Нананташеше Насколько я помню Стих Из этого раздела Описывает То, как Акрура Повторял Свои Мантры В Водах Ямуны И Поскольку Он Повторял Свои Мантры Господь Проявился Ему В соответствии С настроением Мантр Которые Он Повторял Это Было Предназначено Для того, чтобы Показать Как раз То, что Да, Кришна И Баларама Сидят На Колеснице Но Когда Они Покинули Вриндаван Это были Уже Не Кришна И Баларама Которые Покинули Вриндаван Это был Кришна Как Экспансия Кришна Васудевы Экспансия Баларама Именно Они Покинули Вриндаван А не Кришна Ведь Кришна Никогда Не покидает Вриндаван И также преданные описывают, не помню, где точно, но описывается, что преданные продолжают чувствовать разлуку с Кришной, как будто бы он покинул Вриндаун, но в своих чувствах разлуки, медитируя на него, они обретают связь с ним такую сильную, что им кажется, что они общаются с Кришной во сне. Вот такова природа их чувств разлуки. Суть в том, что, и мы прочтем об этом в Читань-Чаритамрите, что Кришна нисходит в основном для того, чтобы удовлетворить внутренние сокровенные желания своих преданных. И причина, по которой он при этом приносит все свои другие экспансии, это для того, чтобы исполнить все эти остальные задачи через эти экспансии. Лично он этого не делает. Что он делает, как объясняет этот Вишвана Чикарарти, таковый, он отвечает взаимимностью на любовные, на проявление любви своих родителей, друзей и возлюбленных, и он приходит именно ради их блага, именно ради них. И также ради тех, кто развивает в себе желание общаться с Кришной в этом настроении, и он приходит, чтобы забрать их с собой в духовный мир. Но я прочту эти стихи из Читань-Чаритамрите, всего лишь несколько стихов, которые описывают то, о чем я сейчас говорю. Это Адди-Лила, 4 глава, стих 7. Писания гласят, что в прошлый раз Господь Кришна приходил в этот мир, чтобы облегчить бремя земли. Однако избавлять землю от бремени должен Господь Вишну, защитник и хранитель Вселенной, а не изначальная Личность Бога. Но случилось так, что необходимость облегчить бремя земли совпала по времени с приходом Господа Кришны. Когда Бог, абсолютная Верховная Личность, нисходит в этот мир вместе с Ним, пребывая внутри Его, приходят и все Его воплощения. И в следующем стихе, 11-12, говорится, Господь Нарайана, четыре первичные экспансии Господа, Васудэва, Санкаршина, Раджумна и Анирудха, Манчья, и другие Лила-аватары, а также Юга-аватары, Манвантары-аватары и прочие воплощения, все без исключения, нисходят вместе с Господом Кришной, пребывая в Его теле. Так проявляется в этом мире Абсолютный Верховный Господь Шри Кришна. В это время Господь Вишну тоже присутствует в теле Шри Кришны. И с Его помощью Господь Кришна истребляет демонов. Вот почему истребление демонов второстепенно для Господа. Сейчас я поведаю о главной цели Его прихода. Главная причина, главная цель. Второстепенная цель – это восстановление религиозных принципов и истребление демонов. Это второстепенная цель для Господа. И именно ради этого все остальные экспансии Господа нисходят вместе с Господом, покидая при этом обители, в которых они пребывают, чтобы исполнить все эти задачи, истребить демонов, сражаться в различных битвах за пределами вража. Все это делается различными экспансиями Господа. Итак, что же является главной целью Его прихода? 15-16 стих. Господь пожелал явиться в этот мир по двум причинам. Он хотел познать сладость любовных отношений с Богом и научить людей преданному служению Богу, основанному на спонтанной любви. за это Его называют исполненным величайшей радости и самым милостивым. Вот две главные причины. Мы привели две второстепенные причины. Конечно, одна главная причина состояла в том, чтобы удовлетворить желания Его преданных, но вторая главная причина, которая здесь приводится, это то, что Он также хотел испытать вкус этой заряженной, наивысшей премой, как мы сегодня читали только что в стихе «Брехат Бхагават Аминты». Премы, которые испытывают по отношению к Нему Его сокровенные спутники, которые испытывают к Нему спонтанную любовь, которая полностью свободна от благоговения и страха и осознавания Его величия и могущества. И как мы говорили на прошлой лекции, мы объясняли то, почему эти проявления великолепия и богатства и роскоши уступают богатству и роскоши Вриндавана, потому что они намного дороже не только к самому Кришне, но и преданным, которые любят Его. Они совершенно не заинтересованы, не испытывают какого-то интереса особого к Его великолепию и могуществу, к Его проявлениям роскоши в других обителях. Они привлечены Его простотой, простотой Вриндавана. Конечно, мы описываем это как простоту, но мы слышим удивительное описание Вриндавана, как он полностью все сделано из камней Чинтамани и все тропинки, высланные рубинами, и все кунжи украшены невероятно красиво. Но тем не менее, самое привлекательное в этом всем – это простота, которая полностью лишена такого великолепия и такой роскоши, о которой говорится в сегодняшней стихе Брихат Бхагаватамрита, где говорится, что он покидает все свои атрибуты, которые положены ему в этих обителях. Он отказывается от украшений, дворцов, оружия, тронов, и также он оставляет позади своих слуг и спутников. Он теряет интерес к своим великим достояниям, таким как самоудовлетворенность и отречение, и отказывается от них тоже. И он пренебрегает даже богиней Маха Лакшми. Мы говорили уже об этом ранее. По-моему, это было две или три недели назад, когда мы рассказывали историю Хиропанчами, когда богиня Лакшми, которая приехала, чтобы забрать Кришну с собой, вся эта игра, она чувствовала, что он оставил ее, чувствовала его пренебрежение с собой. и недоумевала, что он такое в них нашел, что у них есть такое, чего одет у меня. И, конечно же, она привела с собой всех своих служанок и приказала им избить всех слуг Джаганадхи, чтобы они покорились и привели Господа обратно туда, где, как она считала Ему место. Но, тем не менее, Господь пожелал явиться в этот мир по двум причинам. Он хотел опознать сладость любовных отношений с Богом и научить людей преданному служению Богу, основанному на спонтанной любви. Поэтому Кришна думал, это мы по-прежнему читаем Четанья Чарита Мрита, «Вся Вселенная проникнута сознанием моего величия, но любовь, ослабленная благоговейным трепетом передо мной, не приносит мне удовлетворения. Если человек чтит меня как Верховную Личность Бога, а себя считает моим нижайшим слугой, его любовь ко мне не покорит моего сердца и не возымеет власти надо мной. Я отвечаю взаимностью на любовь моего преданного в той трансцендентной расе, в которую он мне поклоняется. Такова моя природа». Дальше приводится стих «И ядхама прападинте, как человек предается мне, так я его снаграждаю его. Каждый во всем следует моим путем». Конечно, Кришна говорит здесь, или Кришнадаска Виражка Свами говорит здесь, что Кришна говорит, что такая любовь не удовлетворяет его, при этом это не значит, что не нужно думать, что преданные не удовлетворяют Господа, но они не удовлетворяют его, находясь на этом уровне любви, не удовлетворяют его полностью. Именно поэтому мы опять же вспоминали, что существует совершенная, более совершенная и наиболее совершенная. Кришна наиболее полно удовлетворенная, полностью подчиняется любви, преданных во вражу. Существует совершенная любовь, есть более совершенная любовь, но есть наиболее совершенная любовь, и это любовь во вражу. Поэтому мы не должны думать, что они какие-то не такие, они не удовлетворяют Господа, но просто иметь в виду, что Он наивысшей степени удовлетворен любовью к Раджабху. И мы говорили об этом уже раньше также. Дальше Он объясняет в этих стихах эти различные ступени. Тот, кто испытывает ко мне чистую любовь и преданность и считает меня своим сыном, другом или возлюбленным, и кто, сознавая свою собственную значимость, относится ко мне как к равному или даже покровительствует мне, тот обретает власть надо мной. Предное служение мне возвращает живые существа к вечной жизни. О, девушки, Раджа, это великая удача, что вы любите меня, ибо только своей любовью вы завоевали мою благосклонность. Знаешь, проются три очень известных стиха, которые мы часто цитируем. Это особое качество вража премы. Одно состоит в том, что, как говорит Кришна, моя мама иногда связывает меня как своего сына, она кормит меня и оберегает, словно беззащитного ребенка. Друзья мои в порыве чистых дружеских чувств сбираются у меня на плечи с возгласом. Кем ты себя возомнил? Мы на равных. Когда моя возлюбленная бросает мне сердитые упреки, ее слова отвлекают мой ум от благоговейных звуков ведических гимнов. Взяв с собой этих чистых преданных, я, как мы уже говорили об этом уже ранее, Кришна берет с собой своих вечных спутников. И мы говорили о том, как они проявляют различные экспансии в различных обителях. Некоторые из них проявляются на Вайкунтхе. И некоторые исходят в своих изначальных формах, изначальных телах в Аммавриндаун. И иногда экспансии из других обителей входят в их тела. в Аммавриндаване они все входят в тело изначальных их форм, точно так же, как экспансии Кришны входят в тело Кришны. Точно то же самое происходит и с преданными Кришны. И когда они покидают этот мир, они возвращаются в Апракатарилу, их экспансии также возвращаются в различные обители, в которые они экспансируются. и таким образом Кришна всегда пребывает во Вриндаване. В своей Апракатариле он всегда там. И Кришна в своей наиболее полной форме, наиболее совершенной форме всегда находится во Вриндаване, в Паума Вриндаване. Он никогда не покидает его. Он покидает его только как Васудеева Кришна. Я также хотел прочитать всего лишь несколько стихов. Совсем немного. А подождите, я хотел бы прочитать здесь последний стих. «Взяв с собой этих чистых преданных, я не зайду в материальный мир и явлю удивительные игры, неведомые на Вайкунтхе, даже на Вайкунтхе. Весь мир узнает о них и даже меня они приведут в изумление». Дальше он говорит о гопе. О том, как под влиянием Йогамайи они увидят во мне своего возлюбленного. «Ни я, ни гопи не заметим этого, ибо наши умы будут пленены красотой и достоинством друг друга». В Лагу Бхагаватамрите в 5-й главе стихи 461 говорится. Следующие и далее слова Шри Ямалы это Ямала Тантра иногда приводятся в качестве цитаты «Кришна, родившаяся в династии Яду, это не тот же самый полный Кришна, изначальный полный Кришна, никогда не покидает Вриндаван». Яду Кумар этот Кришна покидает Вриндаван и уходит за его пределы. Но изначальный Кришна никогда, никуда не уходит из Вриндавана. 462 стих «Во Вриндаване у него всегда две руки, не четыре. Он беспрестанно наслаждается играми в обществе своих подруг-пастушек». И в комментарии говорится «Рупа Госвами не утверждает, что Кришна во Вриндаване и Кришна за пределами Вриндавана это две разные личности». Он бы никогда не сказал такого. Это одна и та же личность. Мы уже не раз говорили об этом. Если Кришна никогда не покидал Вриндавана, то тогда почему в Раджавасе переживали настолько сильную большую озлуки с ним, что Удаве даже пришлось поехать к ним, чтобы попытаться утешить их? Это одна и та же личность. Этот вопрос, конечно, поставит в тупик большинство людей. Это одна и та же личность, но почему тогда Удаве пришлось отправиться к ним на помощь, когда они сгорали от невыносимой боли и разлуки? Зачем тогда в Раджавасе отправились в такой дальний путь на Курукшетру, чтобы встретиться с Кришной? И почему некоторые Пураны утверждают, что Кришна снова приехал во Вриндаван? Как он мог снова приехать во Вриндаван, если он никогда из него не уезжал? Задаваясь всеми этими вопросами, кто-то может предположить, что сын Нанды с Вьюха Васудевой, который пребывал внутри него, покинул Вриндаван и отправился в Мадхуру и в другие места, и затем вернулся во Вриндаван из Твараки. Кто-то может так предположить. Однако, такое объяснение противоречит утверждениям Ямала Тантры. Поэтому Шиларупа отвечает на этот вопрос с точки зрения его проката и апраката лилы. Вот как можно понять это. Пракат лила? В проката лиле Кришна никогда не покидает Вриндаван. И это объясняется в следующем стихе. В своей проявленной форме, то есть во проката лиле, Кришна отправляется в столицу то есть в проката лилу. Кришна отправляется в столицу царства династии Яду и прячет свою личность сына царя Враджа и предстает вместо этого как Васудев, сын Васудевы. Этот Васудев предстает как с двумя руками так и с четырьмя комментарий. Это то, как Шила Рупуга с вами объясняет, что Кришна никогда не покидает Вриндаван в своей проката лиле. Кришна держит в тайне свою личность любимого сына царя Враджа, чтобы откликнуться взаимностью на любовь Мадхура Васи и поддержать их с ним отношения. Там он проявляет себя лишь как сын Васудевы. То есть он скрывает свою личность, держит ее в секрете, не показывает ее, не вступает в такие близкие взаимоотношения, в которые вступает со своими Враджа-бактами, не показывает все это в Мадхуре, прячет. Как мы говорили уже много раз, в Двараке Кришне приходилось прятать от всех вокруг свои чувства, свою привязанность к преданным во Врадже. После того, как он проявил свои игры в городе Мадхуре, доблестный герой династии Яду затем отправляется в Двараку, чтобы явить там множество других игр. В Двараке он проявляет свою третью вьюхо-экспансию, известную как Прадюна, из которой проявляется его четвертая вьюхо-экспансия, а не Рудха. Нам известны множество удивительных, разнообразных и очень человечных игр этих четырех экспансий личности Бога, в том числе их женитьбы в Двараке. Во времена его проявленных игр во Врадже преданные чувствовали разлуку с ним в течение трех месяцев. По истечении этих трех месяцев он снова появился там, как будто бы в первый раз. И преданные смогли насладиться его непосредственным обществом. Комментарии. Как Враджаваси смогли пережить разлуку с Кришной после того, как он покинул их и уехал в Мадхуру? Они выжили, потому что им пришлось терпеть огонь разлуки в течение лишь трех месяцев. Или, если посмотреть на это с другой стороны, они смогли терпеть сладкий нектар экстаза разлуки лишь три месяца. Когда Кришна снова появился во Врадже, он привлек сердца Враджаваси с такой силой, что казалось, будто он появился там впервые. Точно так же, как ткань, окрашенная под воздействием щелочи, приобретает очень яркий цвет, также и опыт разлуки с Кришной, усиливает наслаждение преданных от опыта соприкосновения с Ним. Именно ради этого Кришна на некоторое время оставил их одних. Тут еще много всего. Я у меня такое чувство, я, конечно, читаю это, потому что у меня есть возможность читать на английском. Это полезно тем, кто читает, кто понимает английский, но тем, кто не понимает английский, может быть сложно воспринимать все эти детали, особенно, если учесть, что у меня не было времени предоставить весь этот материал переводчику перед лекцией, поэтому, может быть, все это не очень понятно, и я могу догадаться об этом, судя по лицам на экране. Наверное, здесь, как говорится, можно остановиться. Я буду более подробно говорить о всем этом на следующей лекции, потому что здесь продолжатся все эти темы в следующих стихах. Как мы читали в стихе, где это тут было? Не помню. В общем, некоторые примерно 10 стихов описывают несравненные качества Кришны перед тем, как пойдут описания Баума Вриндаваны, и затем последует описание Баума Вриндаваны. Баума Вриндаваны. Я прочту еще раз сегодняшний стих, только стих, потому что это поможет нам завершить мысленно весь этот круг того, чего я объяснял из Читаем Чири Тамрита и Лагу Багаматамрита, желая насладиться своими разнообразными играми, исполненные Прошу прощения, это 93-94 стихи, хотя непосредственные воплощения Господа бывают очень разными, Господь един со всеми ними, и этот Господь внезапно оставляет Вайкунху и все свои остальные обители. Он бросает все свои вещи и жители этих обителей, а также свое высшее могущество. Он покидает свою супругу и слуг вроде нас, которые преданы ему одному и не имеют иному прибежищу. При нем блудегая всеми нами, он отправляется в материальный мир. Так это предстает как пренебрежение, как то, что он оставляет их, может показаться, что он относится к ним несправедливо, может показаться, что существует нечто более привлекательное для Кришны, что заставляет его покинуть эти обители и не зайти в Баму Вриндаван. Ну, пожалуйста, постарайтесь помнить, мы также об этом ранее уже говорили. Это еще одно качество Кришны, которое делает это таким сложным понять его. Каждый раз, когда мы пытаемся обсуждать качество Кришны, которое очень сложно объяснить, это возбуждает в нас проявление Айшвари перед его непостижимыми играми, и тем, и тем, кто привязан привлечен к более в большей степени к его сладким играм, может показаться очень странным, почему нам снова и снова напоминают о его непостижимых могуществах, которые он проявляет. но, как мы уже это объясняли, когда мы слушаем все больше и больше об этих непостижимых энергиях Кришны, о том, как он безграничен, о том, как он велик, о том, как много у него различных экспансий, которые он проявляет, и о том, как все, что существует во всем этом творении, во всем духовном и материальном мирах, является его энергии, которые исходят из него, Маха-Вишну, и все это материальное творение исходит из пор лишь одной из его экспансий, все эти вселенные исходят из пор его экспансии и Маха-Вишну, и когда мы слышим, что Своям-Бхагаван Кришна, который является источником всего этого, становится настолько подчиненным власти, любви своих преданных во вранже, настолько, что он забывает о своем величии и божественной природе, настолько, что те, кто любят его в таком настроении, вообще не подозревают об этом всем его величии, что они даже проявляют такие с ним близкие отношения, которые даже походят на отношения обычных людей в этом мире, конечно, за исключением того, что они полностью трансцендентны. И это понимание того, что Кришна становится полностью подчинен власти, любви своих преданных, понимание его величия при этом усиливает эту сладость. Если мы понимаем, что вот он, верховная личность Бога, со всем этим могуществом непостижимым, но тем не менее, он полностью покоряется любви своих преданных, он плачет, он бежит в страхе, он забывает напрочь о благоговейных гимнах, вед, когда слышит, как его возлюбленные сердито отчитывают его, и когда его друзья взбирают своему на плечи, они проявляют такую любовь к нему, в которой они считают, что они старше его или равны ему, и это, конечно же, переполняет нас чувствами. Как Прабхупада говорил, я недавно об этом упоминал в одной из лекций, несколько дней назад, я рассказывал, как в одной из бесед, которые я слушал, Шилапрупада общался с Джонаном Ленном и Йоко Оно, Шилапрупада говорил им что-то вроде, не было бы это замечательно, не замечательно ли это, и Кришна описывает настроение, которое испытывают в Кришне его родители, друзья, его возлюбленные, и как они пленяют Кришну своей любовью, и он пытается предложить им вот эту перспективу, не привлекательно ли это, конечно же, сколько из этого они могли понять и уловить. Я использую это как пример того, как Шилапрупада всегда проповедовал бескомпромисс, но он всегда представлял духовный мир во всей его красе. и даже если люди не были готовы слышать об этом, я приводил это, чтобы подтвердить слова Шилапрупады, что любая система религии, которая с самого начала учит людей любить Бога, является авторитетной системой религии. И именно этому и учил Шилапрупада. Он никогда не шел на компромисс, и ничего никогда не скрывал. И еще одна, конечно, часть этой беседы, которая просто покорила меня, это то, что Прабупада, конечно же, мы понимаем, это очень известные музыканты, и он хотел поэтому привлечь их в прекрасные музыкальности в вед. И он начал рекламировать нараспех молитвы прохлады Махараджа из седьмой песни в очень красивом, невероятно красивом. Я слушал как минимум шесть-семь раз переслушиваю то, как Шилапрупада пел эти стихи. В таком размере он их распевал, которые я вообще сто процентов не смогу воспроизвести. Он воспевал молитвы прохлады Махараджа, просто пел их в идеальном размере. И в одной из этих молитв, в одном из этих стихов, которые он декламировал, прохлады Махараджа говорил, как слепцы ведут других слепцов, и при этом все падают в ров. И он читал стихи о том, как люди, которые очень сильно привязаны к телесной концепции жизни, снова и снова живут пережеванные. И их стремление к Кришне никогда нельзя вдохновить ни наставлениями других, ни их соцсетными усилиями никогда не возникают в сердце. Он читал им все эти стихи из Бхагавата. Как только я послушал это, я хотел сразу позвонить Шьяма Сундаре и спросить у него, у Парупады были перед ним эти стихи, он по книге их читал, или он по памяти их читал. Я очень хотел спросить кого-то, кто был там и видел это лично, потому что он так совершенно пел эти стихи. Он пытался привлечь их, таких известных певцов. И они слушали все эти стихи, когда Шевакру Парупада пела. И, по-моему, следующий вопрос, который он задал им, «Итак, скажите мне, за кому вы следуете, за кем вы следуете?» И Йоко Оно сказал, «О, мы ни за кем не следуем, мы просто живем». и праупада знал, конечно, что все это значит. Не хочу сбиться с мысли, но суть того, что я говорил, не хочу сейчас сбиться на праупада Лилу, но суть, которую я говорил, что же я говорил, праупада был готов дать игры Кришны им простые, очень привлекательные игры пастушка Лавраджи, которые объединяют с преданными, с гопами и гопи эти отношения с Яшодрой и Нанданабхаражем. И то, что его покоряет их любовь, она просто его покоряет. И мысль, которую я говорил, и я вернусь к этой мысли, которую я говорил, перед тем, как я отвлекся на все это сейчас, мысль была в том, что мы говорили о том, как Кришна проявляет свои игры в Бамма Вриндаване, он не сходит, он приносит с собой всех своих спутников, приносит с собой все свои экспансии. Но, пожалуйста, помните, это не то событие, которое происходит единожды. Вот мысль, которую я хотел сказать. Это не единожды событие. Мы можем говорить, так, как будто вот, Кришна пришел, Бамма Вриндаван, принес с собой всех спутников. Но мы говорили ранее, что Кришна наслаждается этим так сильно, что Он перемещается подобно стрелке часов из одной вселенной в другую, затем в другую, затем в другую, и так беспрестанно, как Шила Прабхупада объясняет, как Вишнанат Чакарова так же объясняет. Он беспрестанно, без остановки из одной вселенной в другую перемещается таким образом, и наслаждается этим настолько, что, как я говорила об этом однажды в прошлом, даже когда все вселенные перестают существовать, Йога Майя создает вселенные искусственным образом, чтобы Кришна мог там проявить свои игры, в то время, когда нет вселенных, в которые Он мог бы попасть, в которые Он мог бы прийти. Это непостижимые, непостижимые игры Господа, которые проявляются в Его различных энергиях, в различных формах, в различных обителях, и Он является Отцом, дающим семя всем живым существам, и Он, такой Господь, полностью покоряется власти любви преданных, которые любят Его спонтанной любовью, просто полностью подчиняется их контролю. И как же может Он, хоть на мгновение забыть этих преданных, Он никогда о них не забывает, никогда не забывает. И вот мысли, которые объясняются в этих стихах, Наред Мунии говорит, что может показаться, что Он забывает о нас и пренебрегает нами, Он покидает все эти различные места и оставляет позади все эти троны, оружия, украшения, дворцы, нас, своих слуг и спутников. И даже богиню Махалакшми Он оставляет. Так должно же быть что-то, что Его так сильно привлекает. Но Он уходит ненадолго, как мы говорили ранее. вот итог этих стихов, который я хотел подвести, который я пытался подвести к стихам, которые мы только что прочитали. Здесь мы остановимся и можем немножко вместе поповторить джапу. Чаи си кришна чейтанья прабу ниттананда си адвайдикадар хареси бhasти говар бхтавринда хареси Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Please. Субтитры создавал DimaTorzok 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 DimaTorzok